Марафон желаний. Хочу. А? В воргиях развлекаться. В групповичок. Бомба. Проститутки — это ведущий элемент инфраструктуры города. Блиновская их кинула. Теперь наш главный закон — тайга. 90-е. Вафлю жевать не будем, денег заработает. Пошли все в жопу. Всем привет. На канале номер один про бизнес и деньги итоговые новости. Знаете, что это такое? Это паяльник. Им выжигали логотипы на причинных местах. Но расскажу об этом внутри выпуска. Дождитесь. Блогера, автора марафона желаний Елену Блиновскую задержали при попытке выехать из России в Беларусь. Против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов аж на 918 миллионов рублей и легализацию средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления. Блиновскую в четверг доставили в Москву и допросили. В ее доме на Истре произошел обыск. В общем, Елена Блиновская уже признала вину, раскаялась, все готова компенсировать. Видите? Я не знаю, какими средствами пользуются следствия, но, видимо, очень действенными. Следственный комитет, кстати, проведет еще и расследование, чтобы установить лиц, которые предупредили предпринимательству об уголовном деле. Я напомню, Елену Блиновскую задержали на границе за попытку выехать из России, значит, кто-то ее предупредил. Друзья, это не первая атака на блогеров. Дело в том, что уже в марте были произведены атаки на Валерию Чекалину, Александру Митрошину и так далее. Вот зачем было устраивать такое шоу «Бенни-Хилл»? Ведь давно было известно про неуплату налогов, про дробленку и так далее. С чем связана такая активность? Может, это своеобразный марафон желаний у Следственного комитета или, например, это действие по пополнению российского бюджета вот именно таким нехитрым, в общем-то, образом дать понять всем гражданам, что государство будет настолько внимательно смотреть за неуплату налогов и так далее, и не удастся даже известным людям обойти уплату налогов. А вот, например, еще одна версия, которую я нашел на просторах интернета. Дело в том, что очень много людей хотели навредить Блиновской за то, что они считали, Блиновская их кинула, что она им дала какой-то там курс в записи, в котором ничего не было, кроме как так, желай что-то, и у тебя это приключится, и прибавится там деньги в кошельке, или муж появится, богатый миллиардер, или там что-то, не знаю, сиськи отрастут, или жопа там уменьшится, я не знаю. В общем, очень много людей хотели навредить Елене Блиновской, и это еще одна версия. Я хочу, чтобы вы предложили ваши версии, потому что наверняка версий сейчас много. Такое ощущение, что в информационной повестке просто бомба разорвалась, буквально бомба, и эта бомба называется Елена Блиновская. Путин и Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на первый энергоблок турецкой атомной станции Акую. Электростанция Акую строит российская госкорпорация Росатом. Замечу, контракт подписали еще в далеком 2010 году, и вот сейчас запускаются первые энергоблоки. Значит, 10 процентов энергопотребления Турции будет обеспечивать эта станция. Эта атомная станция, это первая атомная станция Турции, и это проект, который делает для Турции Россия. Давайте разберем эту новость макроэкономически. Первое, Россия доказала, что она является мощным мирового уровня игроком в ядерной энергетике. Знаете, построить современную атомную станцию могут сегодня всего лишь несколько стран в мире. Россия относится к ним и может создавать полностью полноформатную станцию, но при этом базируясь на всех компонентах, которые произвела сама. И это очень интересно, потому что где вы еще видели, например, в автопроме, чтобы Россия могла произвести человеческий автомобиль? Ну, только из машинокомплектов, привезенных в Китае, но это не производство, это просто сборка. Второе, современная атомная энергетика, она безотходная, то есть современные технологии и атомная станция в Турции, она замкнутого цикла, то есть она никак вообще, ну, это слово, совсем не воздействует на природу, все в замкнутом цикле. Третье, атомная энергетика — это, вообще говоря, путь к космическим кораблям на атомной энергии, это путь к всяким морским установкам на атомной энергии, то есть, вообще, говоря, атомная энергетика — это будущее энергетики как таковой, и то, что Россия здесь один из лидеров мирового класса, это очень вселяет. Тем не менее, некоторые видят минусы во всем этом и говорят, вот, теперь у Турции будет много электричества с атомной станцией, газ они перестанут покупать, успокою вас, ребята, газ и поставки там голубого вот этого топлива, они никак не связаны с рынком электричества, ну, как-то там пересекается, но это совсем мало. Поэтому газ будет поставляться, в случае, значит, наличие электричества вырабатываем на атомных станциях, просто больше газа будет идти всякую там газохимию, там, переработку газа, газокондесат и так далее, не волнуйтесь, все будет хорошо, и в данном случае эта новость очень хорошая, потому что, смотрите, в наш век, когда все говорят, все обваливается, мы ничего не можем, ну, оказывается, чего-то можем. За рекламу секс-услуг в России будут штрафовать на полмиллиона рублей. О, нормально. А если секс-услуги будут дороже полмиллиона рублей, тогда и пофиг, да? Авторы аргументируют свою позицию тем, что в Петербурге такую рекламу расклеивают на элементы городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города. А некоторые, например, в итальянском городе Генуи ставят памятник проституткам, утверждая, что проститутки — это ведущий элемент инфраструктуры города. Вот видите, насколько по-разному, да, действуют люди в нашем необъятном мире. В общем, за публикацию объявления о знакомстве человека штрафовать не могут, если он прямо не пишет о том, что оказывает платные сексуальные услуги, говорит эксперт. Однако правоохранительные органы при возникновении каких-либо подозрений могут провести контрольную закупку. Понятно? Вот ради чего? Ради контрольной закупки. А, через переписки. А затем устроить реальную встречу и привлечь человека к административной, а то и к уголовной ответственности. То есть все-таки эксперимент следственный, да, вот я так и думал. На самом деле запретить, чтобы потом проверять, насколько глубоко входит и выходит. Ребята, ну, до чего у нас доход? Зачем же так коряво? Ну, а почему просто вот не сделать напрямую, да? Захотелось, ну, пошел на малую Арнаутскую. Нашел там шалаву какую-то и пожал. Ну, ребят, ну, всегда же есть какие-то, ну, варианты, когда можно договориться. Ну, что? Я вообще не понимаю, вот эти вот инициативы какие-то, они, они какое-то, какое-то своеобразное творчество, знаете, творчество напередок, слабое, я не знаю. И вам нужны, может быть, предприниматели, которые вам покажут, как на самом деле нужно, а, в оргиях развлекаться, да, когда самой лучшей ведущей оргии является следующее – собраться вместе в групповичок огромный и построить школу. За секс-услуги они взялись. Возьмитесь лучше за то, что как реально облик вашего дома, вашего двора, его облик выглядит. Создайте этот облик сами. Россия переходит к новой модели государственного управления. Опаньки. Вот так вот. Которая основана на принятии решений на основе достоверных данных от первоисточников. Sounds good, как бы сказали англосаксы. Об этом заявил Михаил Мишустин. Засчитаю его слова. Смысл простой. Получать информацию от первоисточников, минуя посредников, и обязательно учитывать обратную связь от граждан и бизнеса. По сути, он сказал, пора создать платформенную модель государственного управления. Вот так сказал, как отрезал. И я абсолютно согласен с Михаилом Мишустиным. Если раньше Россия еще как-то могла держаться за старые формы вот этого иерархического, автократического, кланово-местнического, так сказать, управления, пронизанного вот этими вот вертикалями власти, да, ну, слушайте, но сегодня это невозможно. Поэтому я разделяю слова Михаила Мишустина и буду всем, всем своим существом помогать внедрить вот эту вот новую модель государственного управления. Как я буду помогать? А вот так. Я создаю Рыбаков University, то есть все образовательные программы свои, понимаете, все. Образовательные программы с компанией Технониколь, Альхаус, Николь Пак, да, с X10 Академии, они теперь объединены одним зонтиком. Рыбаков University, это тоже платформенная модель, чтобы ты мог получить качественное и достойное образование, да, чтобы доходы твои росли, чтобы ты мог найти сподвижников и вместе с ними создать компанию, да, или быть частью какой-то преуспевающей компании. Вот для этого Рыбаков University. Я очень хочу, чтобы люди в нашей стране проявлялись так, чтобы удивлялись от себя и служить этому будет Рыбаков University. Поэтому там, где ты увидишь вот этот вот логотип, запомни его, кстати, там качество, надежность, защищенность. Это проект моего личного бессмертия. За качество образования отвечаю. Новости импортозамещения. В Москве открылся первый Ростикс. Так после ребрендинга называется бывшие рестораны KFC. Новый владелец российского KFC, смарт-сервис, планирует открыть около тысячи ресторанов Ростикс в течение пяти лет до конца лета 2023 года. Под бренд Ростикс должно перейти около 100 ресторанов KFC. О, какие цифры. Это про едальнюю. А теперь давайте про шматье. В Москве на месте бывших магазинов Zara начали работать отделы магазинов, так называемых МААК. Ну, это, в общем, то же самое, только названо, в общем, по-другому. Вот на этой неделе открылся магазин в центре Москвы, на Неглины. Поэтому кто-то, может, уже там был. И, по словам покупателя, ассортименты цены примерно такие же, как ушедшие Zara. И первые часы даже была очередь. Люди соскучились по Zara. Импортозамещение идет. Ушедшие компании KFC заменяются на Ростикс. Значит, Zara, оказывается, никуда не ушла, или точнее так, ушла и вернулась под другим брендом. Вот. На самом деле, читая сводки аналитиков, я вам так скажу, все больше и больше смелых утверждений, как мне кажется. Смелых. Похоже, Россия получает сейчас невиданные доселе условия. И в ближайшие 30 лет в России может произойти буквально бодобум развития очень многих каких отраслей. Если мы вафлю жевать не будем, да, и вот это сопли наматывать на кулак перестанем, то, вообще говоря, за ближайшие 30 лет тот, кто смелый, в России и денег заработает, и жизнь свою благоустроит. Поэтому, друзья мои, стартуйте сейчас. Лучшего времени нет. Я вам так скажу, Технониколь стартовал в 90-е, когда вообще полный ничего не было. Потому Технониколь такой сильный. Все компании, стартующие во времена полного очень сильные. Тот, кто выжил во время, слушайте, когда хорошо, очень быстро расширяется. Вот. И сейчас, я бы так сказал, удивительный, квантовый. Смотрите. То есть не просто отсутствие всего, когда, ну, вероятность малая, что что-то может получиться. А, наоборот, наличие всего. Ресурсы есть, люди есть, понимаете, все есть. Понимаете, все есть и спрос есть. Понимаете, все есть. Поэтому это, так называемые, квантовые п***цы. Если ты не будешь, ну, тем, кто п*** свою жизнь, ты, конечно же, сможешь воспользоваться этим состоянием российского рынка. Итак, самая главная новость этого выпуска. Все говорят, что экономика России рушится. Я утверждаю обратное. Посмотрите на это. Это типичный кровельный пирог. Это каменная вата производства Технониколь. Так вот, она вся раскуплена до августа. А в ближайший месяц заказы будут уже до декабря. И не потому, что заводы не могут произвести каменную вату. Нет. А потому, что заводы загружены и работают на сто двадцать процентов. Спрос в России огромный. Строительство идет огромными темпами. Но что делать тем, кто строит дом? Им что? Остановить стройку и так далее. Внимание! Технониколь заботится о вас. Полиизоценурат. Новый теплоизоляционный материал. Вот эти вот красивейшие, надежнейшие системы от Технониколь. Самое главное. Посмотрите на это. Это материал, обладающий удивительным пожаростойкостью. Посмотрите на эти элегантные системы. Полиизоценурат – современный теплоизоляционный материал. В экономике Северной Америки он занимает восемьдесят процентов на плоских кровлях. Вы можете доверить свои дома, производственные цеха компании Технониколь. Технониколь заботится о вас, заботится об экономике России. Там, где вы видите название Технониколь, там надежность, защищенность и ваша безопасность, ваше качественное проживание жизни. И помните всегда, Технониколь – это надежная крыша. Путин разрешил временно забирать иностранные активы в ответ на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанными с иностранными государствами в случае блокировки российских активов в этих странах. Вот уже первая ласточка пролетела. Путин поручил ввести временное управление в российских подразделениях двух энергокомпаний, немецкий ЮНИПЕР и финский ФОРУМ. Им принадлежат больше десяти тепловых электростанций по стране, в том числе крупнейшая в России сургутская ГРЭС-2. Временное управление взяло на себя Росимущество. С чем вопрос-то связан? А вот с чем. В последнее время просто-таки увеличилось количество экспроприации активов, когда под надуманным предлогом, просто так вот, хочу, экспроприируется какое-то имущество. Напомню, что такое экспроприация. Ну это когда регулятор в какой-то стране приходит и говорит собственнику, я забираю твое имущество, вот ввожу временного управляющего и вообще забираю и продаю или отдаю там другому. Меня всегда учили следующее, что изъять из собственности невозможно. Ну надо прийти, договориться с собственником, купить там, продать или что-то. И вообще, я когда слышал про экспроприацию, вот про это слово, я думал, это все про семнадцатый год, вот про какие-то вот начало прошлого века. И вот сейчас экспроприация становится обыденностью. Поэтому, конечно же, как к этому можно относиться? Ну, тревожно. То есть это повышает тревогу, потому что когда один начинает, а другой в ответку это делает, другой продолжает, этот тоже продолжает. И вот уже новая обыденность. В мире очень сильно поменялись законы и теперь наш главный закон тайга. Правительство отозвало из Госдумы законопроект о повышении налога на доходы физических лиц до 30 процентов для уехавших россиян. Документ нуждается в техническом уточнении, заявили правительство и отозвали документы из Госдумы. А в начале недели этот законопроект наделало очень много шума. Ну, действительно, вот сейчас люди платят 13 процентов подоходного, платили бы 30. Я думаю, все это большая подготовка к тому, что все-таки эти налоги будут введены. Это так называемый информационный вброс, то есть бросили, закон изъят, но на самом деле посев-то уже был. А как реагируют компании, да, на эти сигналы власти? Давайте посмотрим, здесь вам сразу все станет понятно. Итак, Beeline увольняет сотрудников, работающих не в России. Ну, вот так берем, руководители обзванивают работников и дают месяц, чтобы вернуться в Россию. При отказе их увольняют без компенсации, а формальным поводом для увольнения считается пункт в договоре, что место работы в России у тебя. Компания ВК до этого тоже вводила запрет удаленки. Ну, то есть работа не из России запрещена. Я про себя расскажу, я просто ненавижу удаленщиков. На самом деле тот, кто работает удаленно, ну, реально, ну, давайте так, слабо взаимодействует с коллективом и какое-то время это прокатывает, а потом начинаются проблемы, проблемы, проблемы и так далее. Дошло до смешного. Мне, чтобы назначить встречу с моим сотрудником, я должен к нему записаться заранее, понимаете? Заранее записаться, поставить в календарь, чтобы он из дома приходил ко мне вот в офисе. То есть я сижу в офисе и я записываюсь на прием к своему сотруднику и так далее. Пошли все в жопу, удаленные сотрудники, поняли? Ну, это, конечно, с одной стороны шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. В некоторых местах это объективно сильно лучше работает, удаленные рабочие места. Вот там пусть остается и особенно у тех, кто умеет управлять сотрудниками на удаленке. Там, где есть сильный скрипт, там, где все понятно и там, где контроль работы или функциональности сотрудника очень просто, да пусть это остается. Но там, где творчество, сотворчество и там, где очень важно людям быть вместе, ну и там, где это не работают, ребята, это все введите там. Ну, а это просто совпадает с желанием, с желанием правительства все-таки вернуть людей из зарубежа хоть сколько-то. Ну, это просто совпадение, оно случайно. Потому что, конечно же, люди, уехавшие за рубеж, дистанционно работающие, ну где они деньги тратят? Ну, в других местах, там, отели, проживание, еда, одежда и так далее. И я думаю, что будет вестись планомерное давление на людей, которые все еще работают в России, но живут не в России. Российская таможня переходит на факсы и оплату по бумажным квитанциям. Ах, 90-е. Так госорган планирует защититься от кибератак. Таможенники уже закупили факсы и обсуждают оформление таможенных деклараций и их оплату по квитанции. Подождите, это 1 апреля, что ли? Последняя мощная кибератака 10 апреля остановила работу электронных ресурсов ФТС по всей стране. О, комментариев нет. Давайте, знаете, о чем подумаем вместе? На что мы еще можем перейти, чтобы защититься? Ну, например, вместо смартфонов, значит, на кнопочные телефоны. Тоже защитимся, да? Значит, вместо автомобилей на гужевые повозки. Ребята, ну остановитесь, мы живые только потому, что мы можем умереть. Не надо защищаться. Кибератаки — это благость, это благость. Когда идут кибератаки, это означает развиваются средства защиты от этих атак и так далее. Надо активно с этим взаимодействовать, надо вызвать этих хакеров, нанять их на работу, чтобы они против атакующих хакеров работали. На этом, собственно, основана вся это действие вот этих вот, которые атакуют, которые защищаются, их еще называют белые хакеры. В ГОСТУМО внесли законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране. Что-то, мне кажется, деза какая-то. Ну, ладно. Средней по стране можно считать зарплату в размере 56 тысяч рублей. Кстати, какая у вас зарплата, совпадет ли она со средней, напишите мне. Сейчас заработок депутатов и сенаторов около 400 тысяч рублей. Если все-таки этот закон примут, в чем я очень сильно сомневаюсь, дорогие депутаты законодательных собраний, приходите на мой YouTube-канал, я часто рассказываю, с чего начать, как продолжить, как не слиться. Все эти нехитрые шаги привозят людей к тому, что они сперва начинают зарабатывать там сотню-две, потом и больше. Поэтому смотрите мои видео, это канал номер один про бизнес и деньги. Здесь есть все необходимое, чтобы достойно зарабатывать и самое главное, чувствовать себя человеком, чувствовать себя вот хорошо, чего вам и желаю. И делайте, как Рыбаков говорит, не менее двух раз в день, тогда спина болеть не будет, качество жизни будет обалденным. Ну и, конечно же, давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова